тяга стабилизатора поперечной устойчивости на вульва 440 так вот просто незапаянные пакетики задняя пластиковая планка это как называется на суть пружинка большая железная а вот здесь у нас резиновая самая дешевая тяга на вольво нужно сделать так чтобы она хоть немного походила для этого мы откроем посмотрим что внутри если там что вы мочим эту штуку в пыльник в кондиционере я так делаю честно помогает вот как-то вот трещинки начинают появляться значительно реже и набьем внутрь смазку влага попадала туда меньше конденсат не образовывался и шар сдох как можно позже сейчас мы глянем что внутри если там хоть что хотя по моему опыту я знаю что там там практически ничего я не знаю какую функцию должно выполнить такое количество смазки такое количество смазки такое количество смазки учитывая тоже находиться вертикально и трястись я обычно добавляю и да но сильно хуже ходит дольше самая дешевая тяга отхаживают своих там 40 45 50 тысяч то есть мы случае это несколько лет мне машина которых стоял точно так же снизу тут пружина обычная железная пружина а вот сверху резинка возможно она в скором будущем треснет и улетит может окаменеет и будет там сидеть учитывая станция на это устройство не суть важна остатки родной смазки нужно убрать так как мы знаем на базе какого комплекса загустителя смазка заложена изначально она может выйти в конфликт с нашей и разжижиться и может стать только хуже теперь все это пыльнички кладем в кулечек ну я кладу в кулечек и заливаю где-то через сутки его выему здесь пропитается смотрится конечно все странно но на самом деле штука работает и песка цене начинает намного позже уже за много-много лет проверено у меня сейчас к сожалению только в аэрозоле но есть вариант когда она просто в виде емкости спшикалка то это еще лучше открутили в банку залили их туда бросили потом через сутки вынули дали отсушиться остальное слили назад любой абсолютно любой они дают эффект что там делать комплекты резиной и трещинки начинают появляться меньше прошли сутки резинки вымочены действие на удачу понятно будет ли лучше на хуже до того еще не разуме сейчас будем закладывать смазку в моем случае это вот такая шар по 4 для шаровых соединений к это или толп пользовал но сейчас вот такую смазка на основе бареева комплекса имеет очень прикую интересную консистенцию это волосатая никаких волос там нет страшно липнет ко всем металлическим вообще ко всем поверхностям имеет неплохо защищает от коррозии но собственно в этом ее вся и суть там и назначается сюда я буду докладывать по максимуму так как это не сжимаемая шаровая опора когда у нее есть сжатое и рабочее положение а она уже вот в таком вот виде где резинка находится дальше она уже двигаться не будет вот так вот наложил сейчас все это заверну лишнее выдавится и вот он достаточно чтобы находясь в вертикальном положении при тряске она не стекала и не оголяло шар более чем достаточно это все пыльник захлопнут где-то процентов 20 визуально не поместилось но сколько надо столько там осталось уберем пальцем с одной стороны надавливаем твоей стороны подумается все это уже больше чем-то было и так как она не сжимается с дальше в таком положении лишним там не будет по крайней мере опыт уже имеется самое первое видео на ролике на канале она записана но очень давно очень очень давно шесть назад шесть это было они были стыпа те детали были поставлены где-то через неделю и поменены где-то тысяч через 45 50 вот так вот мы все деталь готова к установке подобное изменение делают вечный но она проходит существенно дольше чем если бы этого всего не делать и крайний случай когда нужно очень сэкономить по разным причинам особенно если у вас есть возможность самостоятельно его поставить это вообще существенно то подобное действие сильно подливает ее жизни при этом не сильно дорого все это стоит не обязательно шар b4 любая любая стичная смазка летал тоже себя очень неплохо показывал так что если понравилось поставьте лайк всем спасибо и до стоимость этого изделия аж пять с половиной долларов ничего это действие не гарантирует лишь дают кит дополнительные шансы посмотрим и будьте осторожны при одевании пружинок обратно на пыльник пользуйтесь тупыми инструментами притупленными моем случае это такая вот отверточка старался продевать так чтобы не прикасаться к резиновой части острием обводим и аккуратно надеваем потому что всегда есть шанс повреждения будьте осторожны